итак друзья всем привет с вами квант продолжаем играть в гильдию 3 в прошлой серии нам удачно досталась вот такая вот кольчуга на халяву кто-то из наших работников на лагере достал видимо нам эту кольчугу выставил сразу в лавку на продажу я даже не знал что такое возможно я думал только можно создавать оказывается видимо у кого-то можно даже отнимать эти кольчуги теперь пока у нас не закончилось время суток упал вам вам объявлены открытая вражда ух ты интересная интересная штука династия хугрид или хагрид не знаю как правильно читается кстати я не посмотрел какая там была иконка надо их обе а вот же указано вот эта династия нам объявила вражду связи с чем интересно и почему у них к нам какие то есть претензии у них две наследницы и обе дочки кстати в будущем мы можем даже дипломатические браки заключать не это прикольно на самом деле не знаю с чем была вызвана вражда по отношению к нам это к сожалению не указывается нигде не пишется если я правильно понимаю да просто объявили вражду и вы чем занимаетесь у нас да они и наши прямые конкуренты кстати и где вы вообще обитаете покажитесь мне пожалуйста потому что я вас как бы не видел толком где у вас вообще . где ваш дом вы вообще в черте города похоже уже да потому что я вот вижу здесь а это просто перс где ваши здания расположены покажите мне вот здесь я вижу так это у нас что такое амбар на черный день нет это чел просто стоит на черный день амбар не им принадлежит вот тут у нас тоже чел стоит а где вы обитаете покажите мне пожалуйста так тоже чел бегает с их стороны просто чтобы понимать где находятся наши враги не это очень интересно вот эти все взаимодействия с конкурирующими династиями так здесь я тоже никого не вижу блин очень странно где вы вообще здесь я тоже не вижу их иконку а это у нас что такое дальний торговый путь кстати вот дальние торговые пути они пока нам недоступны там нужно тоже определенный титул сначала получить так где вы вообще а так мы можем вот также посмотреть что я парюсь вот изба отпуск в деревне вот так мы это можем а при наведении только это будет показываться да но вы я так понимаю тоже за пределами города пока находитесь но не явно рядом с нами явно не рядом с нами теперь бы найти себя самих на это можно сделать проще так у нас два не занятых персонажа это явно наш главный залетай домой я ждал пока у нас там появится возможность вновь завести детей вертельность у нас уже низкой то есть у нас шансы не высокие но попробуйте я думаю еще разок стоит оба что это чудо события а судебные слушания секретарей совета а ведь чего и чем не надо с этим делать подробности событий ответственная плата секретарей совета позиция обвиняемых дата так ага во сколько в 955 ограбил персонажа и что мне с этим делать обвиняемый обвиняемый алаин чего я не успел подождите подручные сами а я слушайте можно будет потом подкупать в будущем так это привратник это охранница совета обвиняемый обвинитель так обвинитель ты это не тот ли нет это другой член династии кстати преступление напасть на персонажа сельская местность подручные совета не знаю как работает здесь пока что судебная система и что нам вообще нужно делать может быть подкупать кого-то или еще что-то может быть нам вы двинули штраф подручный низший уровень структуры занимающие эти должности подчиняют палате городских стражей изменить законы тюремное заключение привилегии тюремное заключение нет городские законы жал жабьи слизь незаконные действия напасть на персонажа пакость мегенберга не совсем понятно что это значит охранник совета видимо эта женщина будет судить что ли это привратники это обвиняемый это обвинитель династия следующая не знаю я что с этим делать но да ладно так получилось у вас скажите мне не получилось снова серьезно ребята у вас что не получается вы же еще молодые по 24 года фертильность 57 процентов харизма минус 3 харизма минус 3 это прям совсем не хорошо то есть из-за того что у него не получается он из-за этого переживает у него тревога некая присутствует ну что же давай пробовать попробовать ты не сможешь да я даже не знаю похоже сегодня уже не успеем хотя хотелось бы успеть давайте я попробуем подождать пока вот это все обновиться нет сегодня мы уже не успеем давайте попробуем на следующий день успеть за это время мы конечно могли что-то поделать так ты у нас охотишься на крыс стоп может быть у нас есть еще кто-то кто из детишек кто уже подрос так но например из детишек никто больше не подрос у нас следующая она потом алиса идет и больше нам пока не удалось завести детей что не совсем приятно хотелось бы хотелось бы еще хотя бы четвертого завести средние то века там блин по 10 детей делали как так у вас не получается что-то непорядок какой-то но такое тоже случалось явно ладно не будем сильно переживать я буду надеяться что у наших сыновей внуки будут рождаться намного лучше хотя я не уверен что слишком большое количество членов династии будет удобно для нас в целом так ладно еще чуть-чуть и мы сейчас сможем еще разок попробовать но последний если сейчас уж не получится то подзабьем пока на это дело наверное уже навсегда три члена три ребенка тоже неплохо ну скажи что получилось да наконец-то но это видим уже последний раз беременность успешной не зря мы старались нас услышали наши желания ты само собой у нас сейчас пойдешь снова заниматься вот этим ну а ты дружок иди-ка сколько у нас 1085 денег еще 85 где наше здание вот она ты топай вот сюда сын тоже нарабатывает опыт потихоньку ванька так ты тоже занимайся чем считаешь более нужным ты у нас пошел фокус и показывать тебе было бы неплохо так мы подняли вообще свой уровень мне вот это интересно нет мы до сих пор не подняли до сих пор это не сделали очень мало денег нам приносит все эти дела все давайте теперь стопроцентно ждем просто пока накопится эти денежки я пока наверно же на паузу поставлю чтобы ваше время не тратить так тут работник достиг нового уровня я наверное это прокачаю ловкость сила но давайте силу так деньги у нас еще не появились у нас подросла она наша вторая дочка вернее первая дочка второй ребенок наш и ей мы тоже наверно дадим задание либо охотиться на крыс возможно возможно здесь еще вариант извиняться перед соседями но он нам что-то недоступен почему непонятно хорошо если он нам недоступен грузить ящики явно не подходит для девочки поиграть на улице может быть ее отправить и 25 опыта здесь просто опыта больше приносит и не знаю кстати как по времени ладно давайте мы девочку отправим поиграть на улице пускай идет играет и развивает свои тоже навыки так хорошо сколько 1429 еще чуть-чуть ускоряем время еще немножко копеечку заработаем и получим статус земледелец и дальше нам нужно будет накопить на какую-то так уступаю четвертую скорость наконец-то прям сильно в минус не хочется уходить снова деньги куда-то пропали как отследить куда деньги уходят только что 1450 было так ну давайте посмотрю я здесь может быть прочие налоги налоги не так много платим ремонт улучшения это мы сами вручную делаем работников нанимаем хотя может быть заработать работникам зарплату может быть выплачиваем может быть скорее всего я не уверен конечно на 100 процентов но ладно нам придется снова немножко подкопить я в инвентаре обнаружил вот такую королевскую дпшу не знаю как правильно опять же читается первый раз слышу такое слово это типография писец 2 стоит на продажу на рынке 325 если у нас его купят из лавки то это будет стоить 406 давайте мы его лучше сюда его лучше сюда выставим может быть кто-то купит может быть кому-то это будет полезно то есть за 400 монет ну либо можем прямо сейчас пойти и продать за 325 на рынок вы понятия не имеете что написано в этом свитке он надежно скреплен восковой печатью впрочем он его содержание вас не интересует однако если вы принесете дпшу в ратушу перед следующим голосованием может сложиться впечатление что у вас есть друзья при монаршем дворе что добавит шансов вашей кандидатуре нужно ли это нам на данных этапах может быть нам проще денег с этого поиметь я честно не уверен честно не уверен но хорошо у нас в любом случае кстати не покупают я не знаю будут ли эти вещи продаваться или нет можно знаете что сделать в правилах хранения посмотреть за какую цену продается вообще эти товары продаются я так понимаю они ворованные а стоп а где здесь факел я не вижу не факела здесь не увидел и до факела я здесь не вижу то есть здесь нельзя продаваться факела булочка да пойдемте вручную продадим факел здесь во первых не продается это на что оружейный яд продается ли он давайте смотреть так это вот то что может я так понимаю продаваться в нашей лавке гранит может он у нас есть оружейный яд я тоже не вижу оружейного яда тоже нет соответственно мы его тоже сейчас себе просто заберем гранит он продается хорошо выставим с него много любом случае не поимеем вот с булочки с факела это тогда пока оставим на всякий случай может быть цена вырастет может быть еще что-то произойдет так это мы тоже за неплохую сумму можем отдать в принципе за 108 да это у нас за 157 идет и этих денег нам в принципе может хватить на какое-то время для чего-либо так хорошо ты топай сюда срочно успеешь не успеешь блин долго ты бежишь братан далеко видимо забрел и снова у нас деньги куда-то ушли только что было 1400 болен что ж такое то я ничего не успеваю сделать к сожалению деньги просто практически на нуле стоим у нас в ноле работаем работаем в ноль так где мой перст а но он где-то подходит уже на подходе а нет не вижу его и вон бежит так мы сейчас просто пойдем и на рынке это все продадим ты у нас здесь остаешься ты сюда так что еще можно продать нет ты слишком дешево вот тебя тоже и погнали на рынок можно было на самом деле и кольчугу продать но что-то потом покупать не хочется поэтому я решил пока себе оставить так давай смотреть за 154 308 это нам будет стоить да так ну ка если да по моему такая сумма была это мы тоже продаем за 108 за 108 и того у нас 1700 но хорошо хоть какой-то плюс далее сразу повышаем уровень до земли владельца получаем статус что мы теперь можем бросать камни попросить об одолжение это кого извиняться перед соседями и ограбить кухню душа просит пирога или перченых перченой колбаски голод не тетка подкрадитесь к окошку здания в котором готовят еду и стащите что-нибудь повкуснее интересно очень интересно так теперь нам нужно 1050 золотых чтоб какое-то хотя бы здание только поставить ладно я своего чувака все же отправлю пока сюда пускай он дальше идет работает и будем ждать пока накопится ну либо попробуем где-нибудь украсть хлеб или еще что-то так иди работой занимайся чем считаешь нужным он пошел гадать по руке жена у нас занимается повышением влияния влияние у нас действительно растет хорошая возможность поторговать это пока нас не касается отчет торговых путях шведская мебельная фабрика открывает новую лавку в городе честь этого события будет огромная распродажа мебель по весьма конкурентным ценам но только до 14 10 337 то есть понял надо к этому времени успеть чтобы выгодно приобрести что-то или наоборот продать так у нас рождается еще одна дочь и мы ее назовем полина наверное на при этом было чего у нас какие еще именно на поесть блин день блин а чё такое секунду а я могу русский выбрать нет не могу с болин что ж такое-то ладно поле вот так бы что называться я видимо раскладку поменял к сожалению и забыл на русский переставить так 464 золотых это пока мало это пока маловато жена у нас занимается просвещением повышением наше влияние сын и дочь занимаются делами никто у нас больше без дела не сидит вроде бы нет все работают слушайте может быть у нас реально деньги уходит на оплату штрафов версия для это про игру может быть реально у нас деньги уходит для оплаты штраф кстати повышение уровня тоже давненько уже не было ты чем занимаешься отправить чего отправиться чего чё ты делаешь подожди отправиться с персонажем здания отставить там текущий груз а чё это такое кто тебе дал такое задание нет же такой возможности у тебя какой груз вообще с при себе волчок 305 золотых ты тоже отнял отжал у кого-то что а вот оно что да я не скидывает в этот разбойничий лагерь он отжал у кого-то волчок и теперь оно будет видимо продаваться так у нас проходит еще один день я думаю нет смысла уже сейчас пытаться завести еще одного дитя ребенка там у нас и до этого шансы были не особо высокими так хорошо серёга убежал а у нас здесь появляется волчок который тоже можно за 305 продать я думаю это хороший способ бомба твою ж мать чего только нету людишек я думаю стоит прикупить оружие хотя бы для нашего основного персонажа чтобы его там поменьше да он устраивает засады на постоянной основе давайте за ним понаблюдаем как он это делает и потом если у него снова успешное что-то будет просто когда он побежит домой может быть кого-то у кого-то что-то заберет так не получилось не понял чё никто не ходит что по этим дорогам но видимо нет тем более ночь но зато он выбрал очень тихое место где явно не будет свидетелей это наверное тоже имеет свой смысл так неудача типа никто не ходил здесь на назначение суда кого интересно тоже нашего работника пока не нас так чё ты делаешь показываешь фокусы ну давай так один зритель у тебя уже есть уже неплохо так назначение суда в блин нам только эти суды и отправляют так два судебных дела сейчас на данный момент идут возможно у нас деньги сюда сливаются я точно не знаю ребят кто лучше шарит в этом напишите пожалуйста в комментариях я пока реально не понимаю что вот с этими судебными делами делать может быть когда коснется конкретно нашего персонажа мы это поймем но пока я не совсем понимаю может быть можно будет подкупить но сейчас у нас действительно нет денег и я не уверен что нам стоит на это тратиться есть возьму так о нас алиса подросла и и можно тоже отправить куда-то до охотиться на крыс тоже мы ее отправим а подожди у нас другая идет играет на улице да это на крыс охотиться ну-ка давай мы тебя тоже лучше играть отправим пускай играет влияние повышает это все-таки девочка мелкая алиса у нас подросла так тебе сколько лет уже восемь а неплохо ты у нас фокуса показываешь по деньгам упал кстати доходы выросли возможно кстати что-то купили вполне возможно потому что так резко выросли доходы это можно будет посмотреть на давайте сразу и посмотрим нажалом зубах может быть реально что-то и купили волчок бомба вроде бы все то же самое вроде бы ничего не приобрели но ладно видимо успешно работают опять мы к кому-то что-то деньги заплатили куда непонятно только так отремонтировать здание давай займемся статистика разрушения правила хранения можете знаете как сделать чтобы мы не сами ходили можно нанять сюда работника который будет таскать это все на рынок и продавать сам но это же тоже денег стоит нужно ли нам этим заниматься мы же и можем это и сами но это просто на автоматизме все будет 200 золотых потратим я просто реально не знаю сколько мы платим своим работникам здание кстати у нас повысилось цене стоит она 15 тысяч на данный момент если посмотреть по расширениям можем еще одного работника сюда ну давайте наверное поднимем несмотря на то что планировали уже нового челика запустим еще одного чела так вот у нас девочка бежит домой чтобы оставить какой-то какой-то вещичку то есть отжала у кого-то что-то она отжала грифельные доски кстати неплохо они стоят надо будет может быть и ей попробовать она скоро добежит до дома так на нас напали объявлена открытая вражда редонт кто-то из редонтов кто это так ух ты у нас уже три вражды член семьи получил навык опа у нас анна наша дочка получает навык неплохо играя а тот чувак то у нас наследник то нифига не получает давайте мы повысим харизму может быть но она прокачана именно в ловкость базовые значения 4 здесь базовые значения 3 ловкость и мудрость мудрость и ловкость позволяет работать но мы вряд ли будем как-то работать давайте силу и ловкость все будут задействованы именно вот в этом преступном мире так я хотел посмотреть но видимо уже поздно да уже закинули сюда я могу сюда да могу сюда скинуть вам объявлена открытая вражда еще блин по-моему столько людей нам объявляют вражду мастерового разбойничий лагерь лачуга мастерового разбойники только одни остальные что это вражда дает не совсем непонятно ну ладно пока что так ты че без дела стоишь а тебя снова покалечили серьезно и он бежит домой он бежит домой восстанавливаться хорошо пока беги где у нас женушка надо продать эти вещи снова на рынок наверное по-быстрому поднять бабла и уже попробовать поставить новое здание я надеюсь мы в этой серии это успеем сделать и посмотрим как это все работает я честно пока не определился чтобы выбрать либо казармы наемников либо прибежище бандитов карманной кражи и сыграть в кости уже появляется скрытность дополнительная здесь внимание дает бонус вымогать деньги за охрану а если у нас открытая вражда мы можем ли вот тех чуваков с кем враждуем их крышевать как-то непонятно надо будет попробовать если честно я хочу пока вот сюда идти я думаю денег мы с этого побыстрее заработаем хотя я не уверен если честно так чем занимаешься в ожидании лечения какое лечение вдруг иди домой иди спать просто че такое минус положительный эффект работа встала че случилось че не так кто не может работать а типа я понял если вот так все он за достойную одежду отнял у кого-то что это дает блин ребята секунду надо немножко замедлить во-первых наш чувак уже сейчас восстановится во-вторых его надо будет сюда засунуть достойная одежда нам дает что плюс 4 к харизме это можно на жену будет нацепить скорее всего чтобы она занималась вот этими делами она родила кстати да она родила у нее сейчас харизмы очень мало ее можно будет использовать да мы наверное на нее эту достойную одежду нацепим ей сейчас наверное бессмысленно вот этим заниматься потому что у нее харизма на двоечке всего лишь а если накинуть достойную одежду то будет плюс к харизме к стойкости прирост репутации и бонус при торговле вот это уже неплохо и тогда мы ей сможем ей сможем торговать да я думаю так будет правильно все отправляйся сюда подождем лучше жену а этот пускай идет восстанавливаться именно она будет сейчас торговать на рынке подняв свою харизму так только ты не домой идешь а именно в в это здание я надеюсь ты меня правильно поняла так долго ты будешь идти интересно я увеличу скорость до максимума да она тоже далеко убежала будем ждать пока она подойдет так она вроде подошла секунду так я замедлю время чтобы не пропустить драгоценного времени так берем одежду и что у нас подороже у нас тут уже накопился гранит но я не знаю будет ли он продаваться вообще не продается обычно в такое время уже должно было что-то продаться продастся так 307 возьмем вот это для начала так будет больше денег выходим из здания заходим в инвентарь и меняем для начала одежку ух ты ничего такая может быть даже у тебя фертильность повысится нет но это я так предполагаю вряд ли нет не повышается так эту одежку она у нас одежда ремесленника смотрите она дает доспех стойкость прирост репутации и кстати одежда ремесленника тоже нехилых денег стоит может быть одежду ремесленника продать а это у нас стоит 1298 рыночная цена так харизма я думаю для жены пригодится больше в любом случае влияние повышать надо может быть это прямо сейчас нами не будет нужно но в будущем все равно это влияние пригодится давайте одежду ремесленника продадим у нас там в запасе все же есть да иди сюда на рынок быстренько поднимем денег с этих вырученных вещей так замедляю время так так достойной одежды это наше приобретение за 477 ты уходишь и за 538 вот эти картины далее ты вновь отправляешься 1900 все мы уже можем ставить здание насколько я понимаю вернее сначала исследовать можем ставить здание пока не можем пока можем открыть открываем так это у нас для этого нам понадобится купец прокачать купца но до купца нам явно далеко бюргер купец нет до купца нам явно далеко воровское логово можно будет строить потом пока мы просто прибежище бандитов можем установить сколько это стоит так вот оно 1700 хорошо у нас надеюсь хватит денег 1700 отправляйся сюда короче забирай все все на рынке торганем так замедляем время факел давай начнем с бомбы и вот с этого волчка пока вот эту бумажку я оставлю так отправляйся на рынок так секунду у нас главный чел еще не восстановился так 224 307 так замечательно далее топай снова сюда мы продадим все нам сейчас деньги нужны и плюс освободим естественно помещение немножко так эти вещи тоже продадим хоть они не так дорого стоят но я думаю продать продать их не помешает и также отправляйся снова на рынок так есть у нас 1000 золотых стоит ли тебя сейчас отправлять дальше повышать наше влияние или может быть или может быть ты будешь так же хороша и в вот в этих нет я наверное ее все-таки отправлю повышать влияние где наш дом иди-ка домой так домой иди дальше занимайся хвост схвастайся нашими достижениями а ты у нас должен бы как бы уже все а ты куда пошел то судебный процесс завершен и что кто выиграл сколько нам это да против нас по-моему достопочтенные судья вынесли следующий вердикт штраф 16 золотых а вот они деньги у нас куда уходят на штраф я понял проголосовали за штраф 0 1 ожидаемые наказания штраф 11 золотых а это династии которые проголосовали против нас я так понимаю да хорошо вот они судебные процессы тоже против нашего чувака тоже 16 но это не так много я думаю для начала тут 17 да это не так много конечно бьет немножко по карману но это пока мы не сильно развиты но это не так много сильно переживать я думаю из-за этого пока не стоит мелкие нарушения само собой есть нашей стороны понятное дело что нас не будут особо любить конкурирующие династии потому что мы фигней занимаемся какой-то но ничего страшного так а ты что у нас лечиться пошла так ладно ты иди туда тебе бы кинжал подобрать друг мой давай-ка я тебе подберу кинжал потому что ты уже второй раз проигрываешь это мне совсем не нравится можно кинжал за копейки купить там по-моему 70 или 60 что-то золотых он всего лишь стоит оружие и доспех вот за 200 тут есть даже ой 39 прям совсем дешево кольчуги вот она кольчуга надеюсь она не портится чумной даже пистолет есть железные наручи давайте я возьму и железные наручи мне нужно всего лишь одну штучку это тоже дополнительная защита да если правильно понимаю так плюс 10 к доспеху да можно вместо кинжала я думаю плюс 15 к урону плюс к силе атаки плюс к защите один дает короткий меч плюс 4 силы атаки а здесь сколько плюс 2 плюс 40 урон ну это прям серьезно это прямо серьезно 300 золотых на покупку 25 урон ну слушайте давайте я думаю не будем жалеть вот это еще лучше он почти 600 стоит плюс 2 защита 65 урон но это перебор давайте вот короткий меч возьмем для начала даже кинжал бы хватил для большинства случаев но возьмем короткий меч так да один подтвердить так выходим из здания заходим в инвентарь и сюда и сюда ну все теперь мы прям можем прям жестким рикетирством заниматься я думаю надеюсь у нас теперь прям таких постоянных проблем с ранениями не будет потому что что-то несмотря на наши навыки все еще мы постоянно получаем раны а стоп нет 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 теперь ты мне только пойдешь заниматься вот этим делом я тебя прям 100% назначаю на устраивание засад поехали буду чисто за тобой пока наблюдать и смотреть сколько же ты нам заработаешь мы тебя приодели вот такой вот ты должен как бы нам немножко заработать будем отжимать у всех у кого только возможно все самые ценные предметы работник достиг нового уровня так тебе прокачаем ловкость переходим сидим ждем засаде пока что новых никаких уведомлений я не вижу так вот этих бы подлавливать тоже о подловил серьезно его да он что-то отобрал у него он реально его подловил и отобрал отобрал правда гранит это немного это не так много так ну хорошо пошел он дальше заниматься засадами вот это мне нравится когда он подлавливает именно тех чуваков которые занимаются перевозкой так поймал еще кого-то женщину бедную вам объявлена вражда открытая открытая вражда да нам короче очень много людей объявляют вражду но я думаю мы выживем я думаю мы выживем нам кажется надо заключить с кем-то союз кто у нас вот блин союз с разбойничьими лагерями заключать наверное не лучшая идея а может быть и неплохая честно я не уверен до конца нам уже тридцатка блин да и всем тридцатка у этих смотрите сколько уже зданий конечно они деньги гребут лопатой я не знаю может быть да где у них прям очень много так этот чел тоже разбойничий лагерь самое главное только вот этот чел нам объявил вражду остальные у нас в основном лавка плотника тут тоже торговая лавка это видимо лекари лавка плотника ты у нас литейный это кузнецы видимо да вот этот чел открытую вражду объявил ему тоже тридцатка у него два две дочери кстати может быть может быть может быть я не знаю получится ли мне свое задуманное искоренить всю преступность оставить только себя сделать но вы напишите мне об этом любом случае комментариев может у кого-то получалось это сделать тогда мы попробуем реализовать это но пока я чувствую мне надо обзаводиться союзниками иначе все будет не совсем хорошо наверное здесь лучше посмотреть на их врагов враги это вот этот чел далее вот это шишка так с кем они враждуют с вот этой шишкой ты к нам как относишься но более менее ты к нам относишься тоже нейтрально да ты у нас занимаешься как раз кто у нас здесь поблизости какие вообще здания каким гильдиям принадлежат вот так это у нас лавка плотника давайте вот с ними попробуем заключить союз чисто дипломатически так допустим наше здание всего лишь одно у них 4 здания и стоят они намного дороже чем наши ищем подмастерий строганина листовое железо и под охраной под охраной это что это амбар так называется так и денег у них бабла дофига слушайте давайте запросим у них денег не знаю получится или нет но хотя бы 500 золотых одобрят они союз с нами таким образом нет они отказали они отказали но видимо деньги не хотят платить давайте еще раз попробуем просто тогда союз и снова отказывают я им естественно деньги пока предлагать не хочу и не могу наверное ладно продолжаем смотреть наблюдать за нашим главным героем аупа поймал еще одну женщину 9 золотых ну конечно он прям копейки поднимает с этого он очень маленькие деньги с этого поднимает ну вот допустим засада это зависит от того он кстати поймал еще одного чела из той династии с кем мы хотели заключить союз это наверное не лучшим образом скажется на вот поймал чувака который вез что-то так да с этого он тридцатку поимел и у него в инвентаре появился уголь может быть сразу его продавать честно я не уверен так давай-ка я замедлю посмотрю что тут у нас появилось подтвердить и дальше пошли да блин ну мы так реально долго будем копить деньги нам нужно 1700 золотых ладно давайте я наверное посижу подожду пока накопится если что-то будет интересно я включу чтобы ваше время не тратить что можно было интересного посмотреть в этом временном приближутке мы уже посмотрели заболела наша дочь Алиса проказой это серьезная болезнь нам срочно нужно будет ее отправить лечиться исцелиться от болезни так и нужно будет выбрать какое-то здание наверное тут отсортировано здание которое поближе находится я точно не уверен а это что интересно значит это наверное состояние здания хорошо давайте вот к этому чуваку отправимся вроде бы с ним у нас были более-менее отношения да стопроцентный шанс показывает стоите это будет 88 золотых но блин плюс дополнительные расходы ладно ждем пока дальше лечение там проходит относительно просто то есть ее в большинстве случаев вылечивает просто там нужно будет ждать пока освободятся лекари свободные потому что они в свободное время вернее не в свободное время они в свободное время лечат а не в свободное время занимаются изготовлением различных трав тоже на продажу лекарственных средств и так далее мне тут пришла идея мы вот этими всеми делами я понаблюдал немного зарабатываем очень мало но я припоминаю момент когда я прям жестко начал враждовать с какой-то из династии я прям нападал сам нарочно на них такая есть возможность на главарей и грабил когда они были без сознания и вот я сейчас посмотрел на одного из династий которые тоже занимаются разбойничьими делами не знаю почему у них так все хорошо идет я посмотрел просто вот сюда когда заключаешь сделку сколько у них денег у них шесть половиной тысяч понятное дело у них полно зданий которые приносят немалые деньги видим уже знаменосит это скорее всего что-то из наемников которые предлагают за деньги свою защиту скрытый замок это воровство скорее всего лихие пацаны это лагерь разбойников но даже он у них видимо дофига бабла приносит не знаю почему у них так все хорошо удается может быть они в городе орудуют по большей части может быть место удачное для них выпало но вот что я предлагаю так как мы своего человека и приодели и вроде бы по боевым навыкам он весьма неплох а главарь династии которые нам враги это вот это самая первая династия вот он главный среди них отец видимо да 31 год ему у него две дочери давайте я попробую реализовать свои планы попробую его поймать правда он находится внутри города там могут помешать стражники но в любом случае мне кажется можно попробовать время у нас обновилось то есть новый день начался нашим челикам уже по 31 году и это достаточно уже много пока есть такая возможность пока он прокачанный пока он жесткий давайте попробуем его поймать где-то и напасть на него сейчас я добегу наверное своим челиком до него вот он стоит я его нашел он уже является осведомителем то есть он уже имеет где-то вот он стоит уже вот здесь осведомитель у нас получает вот какие привилегии нет это стоимость выдвижения а тут привилегии не показано какие получаешь требуется статус горожанина уровень должности четвертый следующий выбор такого-то числа доход от должности 500 золотых плюс 125 влияние это наверное в сутки то есть за истечение двух лет в нашем случае и стоимость выдвижения 85 влияние влияние у нас в принципе неплохо неплохо набрали влияние поэтому давайте-ка мы попробуем его поймать и 500 золотых тоже получать тоже неплохо так выдвигаться нам сейчас не нужно нам нужно нашего челика короче подловить его в каком-то месте сейчас он находится внутри города здесь бывают стражники и здесь нападать на него сложно а давайте сначала посмотрим что у него есть у него есть кинжал у него есть очки у нее серебряное кольцо дубовое кольцо серебряная цепь да блин он вообще приодет и прочная одежда одежда слава богу простенькая кинжал есть но у нас намного лучше мы приодеты и по характеристикам мы превосходим его мы точно его должны победить он также третьего уровня поэтому я жду пока добежит мой перс до него и включаюсь он кстати начал с кем то драться у него вроде бы в задании было этот обратиться к народу но нет он напал на кого-то и напал он на какую-то такую же женщину наемницу или может быть наемница на него напала он кстати теряет терпит поражение сейчас посмотрим сколько блин нам не показывают сколько они забрали получили так ты живой я надеюсь эй чувак секунду да он жив много у него всего забрали по деньгам непонятно сколько у него забрали но когда он без сознания он уже купец седьмого уровня жесть когда он без сознания его можно спокойно ограбить блин он так мой чел будет наверное долго бежать ладно я на паузе подожду друзья случился сбой я потерял самые ценные записи второй серии я запутался в паузах и самые важные моменты где я уже научился нормально зарабатывать и уже немножко продвинулся реально неплохо заработал и влияние уже успел потратить вот эти все самые ценные записи у меня не записались к сожалению но слава богу у меня было автосохранение которое мне помогло откатиться приблизительно на то же самое время где мы закончили мы напоминаю хотели хотя вы видели это мне нужно было себе самому напомнить мы хотели вот этого главаря напасть на него и попытаться его ограбить вот он находится у нас там в черте города сами мы находимся пока что рядом да со своим домом рядом с рынком дом у нас да здесь это наш разбойничий лагерь мы сами находимся здесь почему-то напали на бедную женщину не знаю почему но пускай нападает а возможно это чем он занимался он устроил засаду скорее всего и у нас уже есть меч я не знаю показывал ли я вам до этого что я меч покупал если нет то ничего страшного в этом нет вот здесь на рынке он покупается стоит не так дорого и плюс ко всему я закупил ему квантычу вот такую штуку железный наруч чтобы была дополнительной защита доспеха и короткий меч который дает плюс 40 урон дополнительно плюс 2 к защите и плюс 4 сил для атаки кольчугу мы уже в конце прошлой серии по-моему нашли так ладно я запускаюсь сейчас эту девочку он одолеет должен ограбить да автоматический стоп да 9 он в этот раз ограбил у него успех да он как раз занимается устраиванием засад но я обнаружил что здесь у нас есть уже появились карманные кражи и вот карманные кражи это самая имбовая тема что это значит сейчас я попробую продемонстрировать как это работает так на этого мне кажется опасно нападать уж очень опасно надо искать таких людей которые таскают собой которые идут на рынке продавать ценные вещи то есть мы сейчас вручную этим будем заниматься и пока мы этим не занялись здесь же у нас квантыч занимается мы тебя отсюда выгоним ты перестанешь здесь работать так работников 6 из 6 а как тебя отсюда выгнать интересно так чтобы тебя здесь не было как сделать наверное надо тебя выделить как-то вот так поставить и здесь ты должен пропасть да здесь ты пропадаешь мы наймем работника дополнительно за 200 золотых будешь заниматься самостоятельно чем захочешь так все они потихоньку нам денежку зарабатывают какие-то у нас предметы здесь есть они добывают при таких же засадах как сейчас вы видели но мы сейчас займемся карманными кражами я не знаю почему мне эти карманные кражи доступны уже прямо сейчас я на самом деле когда первый раз играл увидел их после только того когда построил вот этот вот это здание прибежище бандитов он уже позволяет совершать карманные кражи но почему-то не построив его я уже могу делать эти карманы кражи своим собственным персонажем возможно другими челиками тоже но если уже такая возможность есть в первую очередь мы ей и будем пользоваться так сейчас я постараюсь найти какого-нибудь богатенького так это наша женушка я так понимаю так винный спирт сколько 300 вот давайте на этом чисто ради эксперимента попробуем вот на этом персонаже карманную кражу произвести 75% шанс 81% 75% вроде неплохо давайте пробовать получится я надеюсь и плюс у таких людей по-любому собой бывают деньги и во время карманных краж да успех 238 вы посмотрите какую сумму вот это карманные кражи просто имба блин эмоции такие же как вчера короче вы ничего по сути не упустили и плюс смотрите мы сколько забрали вещей гунт рамова пива плюс 5 единиц и медовое вино плюс 3 единицы 100% при карманных кражах то что есть в инвентаре у mpc ты забираешь и смотрим видите вот эти вещи мы сейчас тупо идем и продаем за 600 монет 3 штуки это уже 1800 и соответственно 2 штуки за 275 монет сразу на рынок идем продаем кто там скотину режьте не могу понять так кнопочка идти на рынок потому что эти вещи сейчас нет смысла держать и вот таким образом я также заработал 4000 разом я украл вещи которые по полторы тысячи стоило стоили прошу прощения так я приостановлю пока запись вернее время проматывания так вот 1800 разом хоп хоп 2 теперь мы сразу можем поставить здание мы его поставим обязательно так а подожди я его изучил а я изучил поэтому я могу карманные кражи делать я его уже изучил все теперь я понимаю почему у меня карманные кражи доступны я его просто не построил так 1700 где это у нас прибежище бандитов а почему а да вот оно нам вот это надо поставить вскрытый замок ну-ка давай еще предложи нам что-то интереснее укромный уголок ну давайте пускай будет укромный уголок так мы построимся да тоже рядом вот наш дом вот наш разбойничий лагерь здесь мы поставим подтвердить и пока он строится мы дальше занимаемся интересными делами в идеале в идеале этим заниматься в черте города потому что карманные кражи это намного кайфовее так у нас же есть деньги может быть мне сразу прикупиться хотя я больше чем уверен что мне удастся где-то так где ты как почему тыкаешь сюда дважды и он не переключается на перс интересно вот такие деньги мы разом заработали вполне неплохо я считаю так у нас пока там здание строится как построить я естественно ему работников тоже пускай занимаются необходимыми делами так стоп 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 нет тебя мы грабить наверное не будем да тебя нет смысла грабить у тебя в инвентаре нет ничего так вы че стоите да вот пока бегу я буду наблюдать за ух ты лошади слушайте а я с лошадьми что-то могу как-то взаимодействовать я просто видел по-моему у кого-то на роликах что прям на лошадях катаются это наверное фермеры могут блин возможно есть какие-то взаимодействия с опа ослик ничего себе прикольно так служительница это чья династия враждующая с нами нет не враждует ладно трогать не будем служительницы видите это глава династии так здание построено я замедляюсь найму сейчас сюда людей пока есть деньги так двоих пока можем нанять ну нанимаем нам доступны карманные кражи и сыграть в кости сыграть в кости законно карманные кражи уже незаконно и он идет заниматься карманными кражами и как видите у нас тут тоже есть лавка тоже есть складские пространства я буду надеяться что после того как они ну удачно вы простите удачно у них получится карманные кражи то все они будут нести сюда это невероятно большие деньги должны быть по факту тоже занимайся И тоже пошел карманными кражами заниматься Хорошо, хорошо И кстати, вот эти люди Сейчас хочу тоже показать сразу Угромный уголок Вот эти люди, они изначально идут Вот с плащом вора Он плюс один к скрытности дает Что-то слабовато Я видел плащ, который намного эффективнее Так, да, тоже плащ Вора, скрытность плюс один Слабоватый плащ Были плащи, которые намного эффективнее Возможно, они как-то по-другому называются Так, давай Нам сейчас надо близко к рынку подбежать Стоп, тормози пока Где тут рынок поблизости? Вот он, рынок И вот сюда нам надо встать И здесь искать жертву какую-нибудь Боюсь, конечно, вот на таких нападать Потому что они хорошо бронированные Хотя на нас могут напасть и... Ну вот этот челик Правда у него Ничего ценного нет Вот здесь можно найти кого-то интересного Хорошо, давай пока сюда прибежим Давай топай И кольчуга нам сейчас совсем не подходит Нам нужно именно тоже... Стоп, 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 стоп Вот эта женщина интересно выглядит Да, у нее слабое пиво Ну, давайте попробуем Надеюсь, вот эта женщина не спалит и не... Как-то... 73% 52% Ух ты! Ну давай Смотреть Удачи! 144 золотых, во-первых И плюс пиво Удалось ограбить Так, у тебя ничего интересного Хорошо, мы сразу идем на рынок, я думаю Так, рынок у нас тут рядом И рядом с этим рынком пока будем крутиться Потому что возле этого рынка намного более богатые люди Ходят, обитают и посещают его Так, продаем тебя Сразу бы я хотел прикупить себе сумку Может быть даже оружие получше и бронь... Нет, броню не буду пока покупать Но оружие получше уже имеет смысл подумать Подожди, а у меня есть общее оружие? А почему оно здесь... А, короткий меч, вот он нарисован, понял Вот, маскировочная накидка Я про нее имел ввиду Она стоит 1573 на покупку Я такие украл две штуки, одну себе оставил И дальше пользовался ей И шансы намного сильнее увеличиваются при воровстве Если ты пользуешься именно этой накидкой Так, вот сумка мне понадобится Нам нужна только одна Подтвердить Сколько сумка стоила? Так, выходи из... Далее сюда Сумка у нас уходит сюда И у нас появляются три ячейки То есть, наверное, это нам поможет Лучше заниматься Так, у тебя что интересного? Ну вот смотрите, тележка Пять штук И кони, лошади Представляете? Давайте попробуем его ограбить Что интересно с этого выйдет? Ватсап Ватсап Блин, 56% Я не рискну, наверное Я не рискну Я буду рисковать только там, где процент повыше Так, давайте смотреть, у кого что есть Ценое С этими серьезными воинами Тоже связываться, я думаю, не стоит Так, есть тут кто-то поблизости еще Которого было бы неплохо грабануть Вот ты выглядишь богато Блин, где же... Где же я находил Людей, которые Вот вещи тащат В своих инвентарях Именно одежду Дорогую одежду Мне вот так сильно повезло Что аж 4 одежки удалось Ну вот, одежка, например Она дешевая, намного дешевле Но как минимум можно попробовать Грабануть вот этого чувака Давайте пробовать Хотя бы что-то Так, поехали 70% шанс Где у нас он бежит? Ага, вижу Самое главное Чтобы не заметили И карманы кражи Они же тихие По факту получаются О, кстати Влияние у нас уже до 1000 выросло Наша женушка В принципе тоже Работает неплохо В этом плане Так, вот ты подошел Он уже с рюкзаком Не получилось Опа, и на нас напали Трагично Так, подожди Он по нам не попадает? Попал Видимо мы его побеждаем Да, мы его побеждаем Давай Да, мы его победили Отлично Что у тебя в инвентаре есть? Ничего Но я его в любом случае ограблю Я просто так это дело не оставлю Мы, кстати, сильно ранены Сами тоже Я его постараюсь ограбить Не получилось На вас напали Чего? Вам объявлена открытая вражда Работник достиг нового уровня Секунду Давайте разберемся сначала С этими вещами Вот Она, кстати, награбила Тоже Смотрите, какие вещи Неплохо Молодец Прям радует Глаз Мы, короче, потихоньку начали развиваться Мы, короче, потихоньку начали развиваться Но бывают вот такие В нашей профессии Неприятности Когда Нас палят Ловят Нападают на нас Так, а это на кого напали? Публично объявляет вражду вам Сардиноукс Сардиноукс Это кто такие? Вы? Угу Новая династия нам объявляет вражду Нам надо, наверное, уже союзников искать Но в первую очередь мне хочется, конечно Веселая буренка Это тоже фермеры В первую очередь хочется вот эту династию постараться Искоренить, может быть Они очень богаты У них уже 4 Здания Экономических Так, нам надо, кстати, идти лечиться Иначе мы так пропадем, скорее всего Что у нас есть? Что-то удалось нам что-то забрать? Не удалось Ничего Надо идти домой восстанавливаться Так Все, иди спать Подтвердить В общем, таким образом В этот раз, к сожалению, второй раз не сильно повезло В плане удачи Но, тем не менее Вы видите, насколько имбовое вот это воровство Я, конечно, хотел показать на вещах Где сразу по 4, по 5 тысяч поднимается за раз Плюс деньги, которые просто из кармана вытащили Тоже 200-300 золотых бывает порой Вот, и продажи вещей Нам обязательно надо Слушайте, давайте вот что мы сделаем У нас здоровье пока Оно само же регенерируется Давайте-ка я пойду на рынок Куплю себе именно Ту одежку, которая мне поможет лучше воровать И еще раз попробуем Если уже и там нас поймают и одолеют Тогда да Тогда вопросов нет В смысле? Подожди А ты... Почему он на меня напал? Это стражник Но, видимо, потому что мы уже накосячили И на нас теперь постоянно, что ли, будут нападать? Я не понял Однажды накосячив, теперь на нас постоянно нападают Блин, ну это не прикольно как-то Так, у нас тут подросла поля Надо бы ее занять делом Сейчас я ее займу чем-то Ты у нас, по-моему, либо охотилась на крыс Либо играла на улице Будут играть на улице Что у нас с Ванькой? Ванька у нас подрастает 13 лет Через годи как раз Ну, через партию он как раз вырастет Ну, нас сейчас завалят 100% На этом, похоже, мы и закончим сегодняшнюю нашу серию Нет, он... Да ладно, он упал Это тот же самый, что ли? Это тот же самый? Так, прошлый раз обокрасть его нам не удалось А в этот раз удастся Стой, 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 стой Не торопись Так, где там? Ограбить персонажа Пробуй 100% шанс Мы должны его сейчас ограбить Да, 63 Украли И что-то, видимо, еще Хорошо Удачно нам повезло просто Нам повезло то, что мы нарвались на того же самого И, скорее всего, именно из-за этого он напал Другие вряд ли бы напали просто так Так, что я хотел сейчас? Мне нужно продать кольчугу И купить Купить, купить Одежку более подходящую Блин, а таких нет в наличии Ноль, видите? Обидно Не получится Не получится тогда Ну, кольчугу я тогда тоже пока не буду продавать В общем, на этом, я думаю, мы закончим Спасибо большое всем, кто смотрел В общем, немножко пришлось перезаписать Но ничего страшного Надеюсь, это не сильно повлияло на ощущения В следующей серии уже прям активно будем заниматься воровством Будем надеяться, что построим еще дополнительно какие-то здания Экономические именно Ну, естественно, в нашем стиле То есть будем продвигаться по разбою дальше Хочу поставить казарму наемников И чтобы они именно ходили вымогать деньги у других бизнесов Это увеличивает, кстати, плюс к вниманию И еще чистолюбие будем прокачивать Но для этого нам нужно подняться до уровня горожанина Если я не ошибаюсь Ну вот, кстати, уже можем вот это прокачать Даст плюс 10% к приросту репутации Чистолюбие это просто дает дополнительные бонусы для всей абсолютной гильдии Вплоть до рабочих, которые на тебя работают Ну вот, к примеру, внимание, здоровье, здоровье Тут что у нас есть? Но тут именно требуется титул горожанина До этого мы тоже быстро, я думаю, дойдем без проблем Харизма тоже, в принципе, неплохо для наших жен, невест Которые будут продвигать наше влияние Все выше и выше Но вот это мы сейчас возьмем, я думаю 50 влияния уже заслужили Все, спасибо большое, ребят, всем, кто смотрел Увидимся в следующей серии Всем удачи, всем пока